Начинаю запись. Рассказывай, раз уж начала говорить. Изначально там на этой планете были государства, были страны, но потом по мере того, как развивалось общество, это всё стало ненужным. Все границы были открыты. В принципе, было как один какой-то центр и второй какой-то центр. Люди, те, которые жили в одной местности, скажем так, условно говоря, северной и южной полушарии, снова же, очень условно, это вообще не так делилось. Но люди, которые жили там, понимали друг друга, жили все общие. Какие-то вот были чисто номинальные разделения, как на какие-то муниципалитеты, что-то. Но это чисто номинально было. А вот с другой стороны тоже такие же жили. Но там были немножко другие люди, условно говоря, более смуглые, и язык у них другой был. Условно, как северная и южная Америка с небольшим перешейком. Да, 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 именно так. Вытянутая вот так и вот так. То есть на всю планету там буквально два континента. Да, это было чисто географически, там не было какой-то вражды или чего-то, ну, не было абсолютно. Некому не было. Общество каких-то легких-легких людей с достаточно развитыми коммуникациями, с достаточно развитой технологией, жили просто очень легко там жили. На самом деле, жизнь там, ну, не было серьезных болезней, там можно было лечиться от всего, не было такого, что разрушающего. Да, смертность, ну, в порядке. Я помню, что я была реально врачом. И нормальная жизнь там считалась больше ста лет. Нормальный уход потом был. Просто уход. Вот человек просто уходил, потом и уходил уже, скажем так, в глубокой старости. А до этого вел полноценную жизнь, нормальную жизнь. Там все было в этом плане нормально. Потому и привезли переводчика, что он был с того другого мира, ну, с той другой земли. Мы его не понимали. А они для обслуживания, как привезли их оттуда. У нас там было более... Да, и в них уже жарче было. У нас более умеренный климат был. Как весна, знаешь, лето-весна, а там лето-лето, условно говоря. Ну, вот так. Там более жаркий был климат, у нас более такой умеренный. Но, тем не менее, путешествовали, ездили абсолютно повсюду. Было абсолютно открытое общество. И врачи там были, ну, настолько это не было сложно работать врачом. Это не было, что болезни, от которых там умирали. Все болезни, как по классификации, и можно было лечить это этим, это этим. Но случаи смертности были, ну, минимальные, сведены к минимальному какому-то. Все болезни были как излечимы, понимаешь? И просто потом, когда человек уже умирал в старости, в возрасте уже очень преклонном, это уже просто, ну, износ организма был, ну, уже не поддерживался. До этого времени какой-то поддерживался. А потом уже просто, ну, длительность жизни была довольно большая. И работа, ну, велась, ну, вот я про себя, потому что я помню, что врач. Это просто диагностировать, если человек приходил с такими-то жалобами, как диагностировать, и вот по этому протоколу его вылечить. И все проходило. Не было ничего серьезного. Обманули, когда сказали, что для них, для этих пришельцев, минус не подходит. нужно всех заморозить, чтобы они вымерзли. Им наоборот было намного... Это информация, да-да-да. Да. Мы сделали среду комфортную для них. Да. Да, вот в этом и был обман, потому что мы сделали именно то, чтобы им было жить комфортно. А для нас это было некомфортно, для нас это вымирание. И мы сделали какие-то, да, стрелятели лучей холода, излучатели, которые заморозили на всю планету сами. Непонятно. Не было понятия, что вот от людей идет дезинформация. Такое-то же предательство человечества. Очень легкое общество. Очень свободное. Очень не было таких страстей, что ли. Потому что все очень легко. Незачем это все было. Но тем не менее, эти пиявки... Их можно было убивать, да. В какой-то бункер я даже спускался, помню. Потом еще думал, как я пропитан этой говнослизью синей-серой. Выйду на поверхность и замерзну, типа. Всех людей загнали под землю, тех, которые выжили. Те, которые оставались сверху, те, которые не были между собой соединены. У них еда закончилась, они же не экономили, они же думали, что вот на три месяца условно. Я не знаю, как там вот идет, как три месяца. А дальше все будет хорошо. И не было такого, что нужно экономить и растягивать. Да даже если растягивать, если запас сделан на 90 дней, то 900 не продержишься на этом запасе. Те, которые сверху люди, те умирали, а те, которые вот были загнаны под землю. А сверху, как пребывали целые, я не знаю, как это сказать, корабли, космолеты, эшелоны, что это было вот с этими слизняками огромными. Они занимали планету, потому что им было удобно сдержать. Для них это был комфортный климат. Сделали именно тот климат, в котором они себя хорошо чувствовали. И их было действительно очень много. Часть людей, которая была под их влиянием, скажем так, которая охраняла, и с которыми мы бились, вот этот перебежчик, который был. Там была часть людей, но они изначально не были военными. Они изначально были как просто люди, инженеры, которые обслуживали. Их взяли под контроль. А вот именно боролись не с людьми, а с этими слизнями, которые под землю пробивались, и которые людей уничтожали. Они большие, как гидры какие-то. Я не знаю, как это правильно описать. Я их вижу, вот такое туловище какое-то удлиненное, достаточно, ну, может, до метра примерно. И оно вот как открывало рот и как-то орало холодом. Я не совсем понимаю, как можно орать холодом, но это самое такое, которое идет. Мозг скукоживался, да, и тем не менее, они не удерживали, у них очень типа нежная кожа, и даже вот эти просто, если у них эти оружия используются как палку, просто их разрывало. Их можно было, но в них внутри была не кровь, а жидкость какая-то другая. У них не было кровоснабжения, просто бурдюк такой, да. Да, и они не замерзали на этом. У них это, ну, я не знаю, как это сказать, но оно не замерзало на нашем холоде, ему пофигу там было. И цирин это какой-то там, этиленгликоль, вот что-то такое. Что-то вот такое, что никогда не замерзало. И им было комфортно, эта планета, они таким образом подготовили для себя, для жизни, для себя, потому что они жили в таких условиях. Типа ту падлу, которая вот предала. Там оборону вели именно инженеры, потому что там армии как таковых не существовало. Там инженерная группа, да, какая-то, кто придумал вот эту вот оборону быстренько. И все. Но до того ничего такого не было. А потом мы спустились в какой-то другой захваченный имя бункер. Странно. Там их было довольно много. Я через них как пробивался, прорубался. Они пищали противно. Такой мелкий писк. Без людей они ничего не могут. Не могли. Рук-то не было, бойцы никакие. Вот что дальше? Не, они только, ну, когда пищали, мозг скакоживался, и все тело как запенело как-то. Я не понимаю, как запенело, как от этого как-то вот нервная система как парализованная была. Угу. Да, мне это было похер. Вот теперь понятным причинам. Тогда не понимал. Все в ступоре. Надо просто подойти, размножить. кто-нибудь. Там бошку сложно найти. Условно какое-то место, которое как центр было. Угу. Нервный. Угу. Просто ткнуть и все, и не станет от иска. От них и злощищались, поэтому и была выставлена оборона днем и ночью, потому что они в любое время могли напасть. У них не было глаз как таковых, как наши. Постану по ночам. Постану по ночам. То есть ночами не спали, да. Это именно для того, чтобы людям было тяжелее оборониться. Угу. для них не было разницы день или вечер. Они понимали, что людям намного тяжелее ночью их увидеть, поэтому они по ночам нападали. Да. Тех захваченных было немного, которые под контролем. Угу. Немного совершенно. И то уже не нужны были. Куда мы прорывали? Прорвались. Какой бункер, другой. Они были нужны. Знаешь, зачем их захватили? Этот человек, который пришел, который сдался в плен, он рассказал, ихними руками уничтожалось то, что нужно было уничтожить. Потому что эти гидры не могли там нажать на кнопку или взорвать что-то. У них было другое взаимодействие. Им нужно было руками этих людей очистить планету полностью от тех, кто еще там, ну, от каких-то следов цивилизации человеческой. Поэтому эту группу людей они держали под контролем. Они как, ну, вот человек, я вижу, как вот чип какой-то, ну, скорее, это даже не чип, это какой-то, как я не знаю, это всего лишь идет мне визуализация, что он под контролем. Понимаешь? Это таким образом я вижу, что-то биологическое, они как в мозг, нервную систему брали под контроль. Да, что это просто как под контролем было. И те люди, которые на машинах на огромных ездили, это тоже под их контролем были. Ну, там их буквально, ну, я не знаю, какое-то количество было для того, чтобы убрать все, чтобы... как снежные люди. В то же время еще и какие-то, типа мутанты уже появились большие, снежных людей. Я вижу, у меня так показалось. И они сами хорошо почему-то. Какие-то другие или тоже... Вот те, которые пиявки, они как самые умные. Мы их крошили, а остальные у них какие-то разновидности были. Они привезли с собой. Да, да. Они привезли с собой из космоса тех, кто приспособлен жить в таких условиях. Но они больше были как вот животные какие-то. Под контролем просто, да. У них не было настолько вот развита интеллект, как люди. Люди им были нужны для того, чтобы вот-вот-вот-вот это поделать. Потом бы эти люди тоже были уничтожены. А вот это шло перезаселение планеты. Эти падлы взялись там. Эти падлы, вот эти гидры и эти большие, типа, ну, я не знаю, условно, йети там, условно, обезьяны какие-то. Вот как йети они. Но это они привезли как с собой своих, ну, рабов или работников, кого-то, кто будет выполнять физические какие-то функции, если там необходимы какие-то физические функции. Потому что у этих как щупальца, а не было вот рук, ног, они не могли что-то делать. Моторика как... Плавали что-ли где-то и научились брать под контролем. Не знаю, как они в космос вышли. Падлы. Опять же падлы. Для них плотность воздуха той планеты была настолько, что они в ней плавали. Просто как они по воздуху плавали. Да. Они просто передвигались. Для них плотность была совершенно другая. Они жили, как вот именно, вы знаете, что-то похожее, как внутри глицерин и в глицерине каком-то жили. И для них это было очень легкое. Где холод, да. А вот этих условно обезьян, условно ети, они тоже привезли из какой-то планеты, которая уже была и не захвачена. Ну и какое-то количество людей было, которые вот на машинах еще вывозили. Да, да. Это были люди, которые захвачены. Мы этого всего не понимали. Нам никто не донес, не рассказал эту информацию. Не было возможности. Мы просто вот сидели, ждали, а потом бабах, начали вот эти появляться, начали от них защищаться. Началась защистка, началась вот людей, как люди же, и вывозили. Вот это вот, ну то, что услышали, то, что увидели, то, что как-то, вот как волны какие-то, как радио, кто-то передал, кто-то рассказал. Другие же такие бункера, которые тоже не имели никакой связи. Которые тоже не знали абсолютно никакой, информации не было. Потому что условно, если можно так сказать, это у нас интернет там какой-то другой был. До этого все было нормально, все-все-все, люди заселились в эти, кто в бункера, кто по домам, кто как, и какое-то время еще все было нормально, а потом бац, и все. И прекратилось это все. Да, связь пропала, обжение пропало, центральная какая-то власть пропала, немножко было выживших. Ну, как продирался я. Это вот единственное, что помню. левая мысль какая-то, как же я в этом пропитанном этим говном комбинезон и поднимусь наверх. Там же все замерзнет и будет как ломаться. Да, я же не знал, что их эта жидкость не замерзает. Я еще подумал, что камень чуть не по колено в ней стоял, их много было. У камень человечества, условно человечество, не знаю, как назвать, да, себя же. И еще и планету подготовила полностью для них. Им даже не пришлось устраивать что-то. Люди все сами сделали. Сами вот заморозили, сами приготовили, все. Сами ушли на самоизоляцию, на самозаморозку. Красота. Любимая методика паразитов. Все чужими руками. На чужом хрене в рай въехать. Ладно, вспоминаю, что там еще было. До меня как до жирафа на третьи сутки. В лучшем случае. Голый тут уйдет. Вот ты шустренькая. Рассказываешь. Я просто же, знаешь как, я настроилась на какую-то эмоцию, я поймала какую-то эмоцию, и дальше уже картинка разматывается от этой эмоции. Распаковывается, да. Да, распаковывается. Мне-то проще намного, потому что вот страх за кого-то. Ах, у папы, почему боюсь? Раз, 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 и шире, 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 как освещается пространство. У меня там одна эмоция. Охеревание и усталость. Эмоций нет, как всегда. Но честь чувств. Голод, холод, да. И непонятно, что творится. Вот понимаешь, вот этот человек, который пришел, он первый, который как бы сложил какой-то пазл, но верить ему не хотелось. Да. Вот абсолютно не хотелось ему верить. Это могла быть дезинформация. Мы знали, что есть что-то, что нападает. Мы знали, что есть что-то, что борется. Мы знали, что разрушены коммуникации. Мы не понимали, то ли нас захватили, то ли мы отбились, то ли что происходит. Ну, подозревали, что, скорее всего, нас захватили, что наша оборона была как-то прорвота. Но снова же было абсолютно непонятно, потому что нам-то рассказывали, что этот холод для того, чтобы они все уничтожились, если они тут есть. А выходило вообще непонятно что. Мы-то их видели, что они ночами нападают. Значит, этот холод их не уничтожил. Мы не думали, что это именно эти вот. Кто-то нападал, как щупальцы эти такие белые захватывали. Но это был не сами захватчики, это были их как экзоскелеты такие. Условно говоря, роботы их. Роботы, да. И оружие было эффективно, но слабо, потому что, ну, замораживало лишь как части руки. Мы-то думали, что они боятся, поэтому у нас было разработано быстренько оружие, вот эти лучи холода, чтобы их, типа, замораживать. Мы же думали, что они замораживаются. Они не замораживались нихера. Надо было, наоборот, что-то, какие-нибудь лазеры быстренько наклепать, чтобы знали. Дело не в этом. От жары, они как расплывались и как теряли полностью форму. Им холод нужен был для того, чтобы держать как-то вот конфигурацию форм. Если жаркая температура, если жарко, они полностью как вот расплылись и полностью пропали. Им нужен был холод. их растопить можно было, заморозить как сало. Сковородка растопила в холодильнике нормально все. Условно. Угу. Гель. Такой. Гель, гель, да. Их мозги гелевые такие. Рассказывай, да. Они переселялись просто на нашу планету. Они хотели ее полностью захватить и переселиться. Впечатление, что планета долго не могла выдерживать на таких экстремальных условиях. И она через какое-то время погибала. И они там каждые, условно говоря, 300-200 лет, неважно, через какое-то время они просто переселялись. Вот этот дом загадили и пошли в другой дом жить. Заморозили, да, и загадили. Да. Да. И вот таким образом они и жили. Они просто как перебирались из одной в другую. Ну, из одной планеты до другой планеты. Опитались, условно, замороженным мясом жителей тамошних. Да. Поэтому людей вывозили, так вложили их, как в такие этажерки, я вижу, как в рефрижератор этажерки. Просто туда грузят людей и все. Им нужен был обслуживающий персонал из тех, которые или еди, или люди, чтобы выполняли работу физическую. Условно говоря, нарезать мясо на куски и положить на тарелочку. Это был полномасштабный захват. Вот они полностью перебирались. Это не то, что там какой-то они расширяли сферу своего владения. Они просто все полностью, знаешь, как цыгане табор. Вот хаааа, и все, приехали. Вот они так и перебирались. Там у них была довольно серьезная иерархия. Потому что там были эти большие и эти малые. Ну, и там они как-то между собой, они общались между собой, все, они разумные очень были. Ну, естественно, с космоса вышли. Сейчас уже несколько планет захватили. Пять, что ли? По-моему, наша была как шестая, не пятая даже, а шестая наша была. И они отработали вот эту схему захвата уже до мелочей. Не первая наша, которая по этой же схеме была отработана. Эти планеты просто оставались, те, которые они оставляли, они просто абсолютно пустые, замерзшие, непригодные для жизни. Плавали, оставались там, пока что-то с ними происходило естественным путем. И технологию заморозки наверняка они подкинули как инструмент для борьбы с ними. На самом деле это им комфортно делалось. Нужно было какой-то заряд энергии масштабный, чтобы на всю планету. Такое впечатление, что как именно Земля, планета была разрушена, к ядру куда-то, к чему-то, проткнута. И поэтому оно работало долгое-долгое количество. А потом, когда там заряд этот заканчивался, естественно, что планета приходила в то изначально, и они перебирались на другую планету, которую можно было держать еще в таком, не знаю, неважно, 300 лет, 500 лет, 50 лет, сколько. Какое-то время, пока заряда этого ядра, чего там, что давало энергии для работы этой машины заморозки, пока этого хватало, все было нормально. А потом они переезжали дальше, перебирались и все. А там снег просто отражался, лучи и все. Не отогревалось, поэтому и снег отражался. Искусственный снег. Исследований таких не было, кремата. Ну, кремат-контроль был, кстати. Я точно помню. Вот то, что сейчас есть, это там, в смысле, результат контроля, регулирования. Да. Да. Планета не была настолько, изначально она не была настолько комфортной. Пятущая, хорошая. А потом улучшена. У нас тут выставлено, да, улучшено. Это было, это искусственно было улучшено. У нас до потопа. Хорошая подушка и везде был более-менее вот такой теплый, влажный климат. Подушка из ров воды и толстого слоя в воздух. Если все это правда, значит, нужно полностью все настроить по-другому. о чем? Ты об этом думал. Ты смотрела на этого человека, перебежчика, и думала о том, что если это все правда, как, во-первых, проверить, правда ли это, а во-вторых, что делать с этой информацией новой? Если не получится забраться туда, если вот все не так, как изначально вы себе представляли, если нужно забраться туда и как бороться с этим? Хочешь что-то сделать? Это я решил, вопрос, что? Все равно был план куда-то проникнуть и что-то сделать. Да, абсолютно. Этот человек немного дал наметку, он рассказал, что у них есть какой-то командный центр, который управляет этим всем. И он говорил, что корабли прибывают и прибывают, новых и новых этих гидр, как доставляют и доставляют корабли или просто проход, я это как какую-то трубу вижу, но снова мне же идет больше понимание, что вот труба идет какая-то и через нее это все летят. Их пребывало очень много и нужно как-то чтобы они прекратили. И полосновые сделать, они все помрут. Там главных штук семь было. Они огромные, такие большие. реально как ну очень большие. Не знаю, мне почему-то кажется, что буквально как там двухэтажный дом. может меньше, метров пять вот так. Усталость, сижу, весь пропитан этой слизью, удовлетворение, но вот так. Но толку никакого. Это все помню. Ты перебил только одну часть, а их прибывает, прибывает, их меньше не становится, и это не решает главную проблему. это только вот на этом участок предыдущего. Да, ты победил, а дальше что делать? Минуем дальше. Земли, они тоже происходили какая-то заморозка земли изнутри, то есть даже выжить в бункерах, даже если бы было пропитание, даже если бы было вот пища, все, то выжить там становилось невозможно со временем, потому что земля не только снаружи вот снег да, разрушал, а это и изнутри холод подымался. Что за технология такая? Что за генератор холода, блин? Как выпивало все. Алло. достала эта связь. Мона? Я тут. Хорошо. Вот впечатление, что раньше было на глубине тепло, потому что это было под землю. замерзали. Да, а потом начало замерзать даже вот резервуары, которые, ну земля же все равно какая-то вот есть слой воды где-то там в толще, она вся замерзала. Планета изнутри становилась холодной. И даже если там как-то наладить какое-то производство, что вообще по сути нереально, но даже если бы было там питание, все, то все равно в глубине все равно бы все замерзли, потому что глубина это не тепло было больше. Температура опускалась и мы каждый день как, ну, говорили, что вот сегодня еще на полградуса ниже, а вот полгода или там полмесяца назад была вот такая температура там на глубине, а сейчас она становится более низкой. Полностью вся планета становилась ледышкой, не только сверху, а замораживалась все. Интересно тоже, почему? Ну, уже не интересно. Это тогда было интересно делать. В планете внутри какое-то как ядро горячее очень оно превращалось в холодный кристалл, замерзший кристалл. Ну, вот почему интересно? Огромное что-то, огромное облако газообразное и какой-то магмы, какой-то расплавленный чего-то, и это все превращалось в сбитый, скомканный кристалл. льда. И поэтому вся земля, вот полностью вся земля, условно, вся порода все замерзла. Огромное тогда. Там шансов не было, потому что если полностью все замерзнет, тогда никак не выживешь. Тогда будет что снаружи, что внутри. мороз.